МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, изменилось только название, существо осталось. Существо осталось. Ключевое слово «Арсенал». Это удивительная площадка. Пожалуй, ее можно было бы отнести к культовым. И парадокс в том, что порой, если не брать нижегородские советские районы, складывается ощущение, что значительно больше о вас знают за пределами Нижнего Новгорода. Потому что практически все, с кем я общаюсь, те, кто приезжает на каникулы, с визитами, когда планируют себе экскурсии, они непременно вносят «Арсенал» в повестку. Чем вы это объясните? Это в преддверии следующего вопроса ключевого на наш эфир. Ну, вы знаете, на самом деле это очень легко объяснить нашей концепцией. Когда мы создавались, и с самого начала, когда мы хотели, где только мечтали об арсенале и о собственных площадях, мы поставили себе цель, чтобы в Нижнем Новгороде была территория современного искусства. Но Нижний Новгород тогда мало представлял себе, что такое современное искусство. Он исторически чуть-чуть другой, он более традиционный, более публический. Мы привнесли на территорию это знание, представление об этом и потребность в этом. Ещё со времённого дома архитектора. И креатиды. И креатиды. Да, совершенно верно. И, понимаете, так получается, что современное искусство – это такое искусство, которое лишено узких национальных границ. Оно, конечно, разное. В каждой стране разное, в каждой части света разное, но в то же время имеет какие-то общие черты, и оно интегрировано, оно общается друг с другом. И поэтому мы общаемся с коллегами во всём мире, ну, в Европе больше, конечно, но мы знаем друг о друге. И Москва про нас хорошо знает, и Петербург про нас хорошо знает. И Венецианская биеннале хорошо знает это название Нижний Новгород. Ну, во всяком случае, у них тоже есть арсенал. Поэтому, конечно, но это же не значит, что в Нижнем никто про нас никогда не слышал. Это вы тоже уже сказать нельзя. Нет, нет, нет. Я даже бы сказала, что, если позволительно здесь говорить о моде, о трендах, очень отрадно, что вот я когда разговариваю с студентами, у них считается хорошим тоном быть в курсе того, что происходит в арсенале, посещать выставки, спорить, безусловно, но самое главное, зная предмет спора, уже всё равно получается интересней. А почему я начала именно с вопроса о ваших адептах в Нижнем? С одной простой вещи. Не так давно было озвучено, что вы возглавляете теперь, середина марта, рабочую группу по разработке стратегии развития культуры Нижнего Новгорода. Ну, возглавлять это, мне кажется, не совсем точное обозначение функции. Скорее, я координирую эту работу. В этой группе практически 30 человек. Мы все имеем равные права и возможность высказываться, делать какие-то предложения, и потом мы их будем обсуждать. На основе этих обсуждений и должен сложиться проект культурной стратегии Нижнего. Мне, знаете, по старинке хочется назвать это культурной политикой. Не в смысле политикой в политике, а в смысле вектором движения. Ну, какие-то ключевые направления, чтобы не разбрасываться. Да, да, да. Определение приоритетов и определение того, куда мы движемся в области культуры. А культуру, конечно, современная действительность воспринимает широко. Вы понимаете, какая удивительная штука. Вот если поставить себе цель рассказать именно самыми добрыми намерениями, с крайним почтением и уважением к своей малой родине о культуре в Нижнем, жителям других городов, можно перечислить огромное количество наших музеев, площадок, монастырей, акций, которые проходят, один сахаровский фестиваль чего стоит. Но ты выходишь на улицу, и складывается ощущение, что вот этот рассказ, он книжный. Я хотела вас в таком бытовом формулировании спросить, за что у вас больше всего болит душа, когда вы возвращаетесь из многочисленных поездок, из-за границы, из столицы, и выходите буквально из вокзала, из аэропорта в наш город. Вы знаете, душа болит за то, что мы по старинке называем культурой, учреждение культуры и какую-то очень узкую сферу. А ведь то, как человек вышел из вокзала, и удобно ли ему, например, сесть в такси, это тоже культура, и как он будет двигаться, и как он выйдет на остановку общественного транспорта. И как он на открыточном виде увидит мешанину вывесок разных форматов, зачастую далеких от конечного уровня. Знаете, к вывескам я отношусь более-менее лояльно, потому что вывеска – это по определению временная вещь. Сколько, вспомните, на нашей памяти в последние десятилетия сменилось разных вывесок. Вывеску поменять нетрудно. А вот, например, сделать такое покрытие, по которому удобно катить чемодан на колёсиках, сейчас все ездят с такими чемоданами, но если это плитка, ну вот, мощение, да, то колёсики всё время вибрируют. То есть бог в мелочах. Это не очень удобно. И это культура – подумать, вспомнить, когда мы выкладываем мощение, сделать его таким, чтобы по нему гладко было катить наши чемоданы. Наше же. Вот в чём дело. Что касается ваших предложений, с ними мало-мальски понятно. 30, безусловно, уважаемых участников обсуждают, каждый выдвигает что-то своё, что-то отбрасывается как абсолютная фантастика, что-то принимается как насущная необходимость. У меня другой вопрос. Что называется по-честному? При всегдашнем упоре на то, что с деньгами не густо. Есть ли у вас уверенность вообще, что ваши пожелания будут действительно всерьёз восприниматься? Или это скорее создаст очень такой интеллигентный информационный шум? Ну, информационный шум тоже вещь небесполезная, но, безусловно, сам по себе шум без существа дела нам не нужен. Я думаю, что очень многие вещи можно сделать не то, что совсем без денег, но за небольшие деньги. Всё дело в эффективности их траты. Ну, например, как мне представляется, гораздо эффективнее, определив, чётко определив приоритеты, направить средства достаточные на решение главных задач, отложив на потом второстепенные. У нас же главенствует принцип всем сестрам по серьгам. Мы всё время берём вот эти деньги, их количество сокращается, а мы их режемся на более мелкие кусочки. И на эти мелкие кусочки сделать достойно. Не там, не там, не там толку не будет. Конечно, ничего толком не делается. Они практически растворяются, эти деньги. Просто если я верно... Вот уметь, понимаете, уметь потратить деньги концентрированно, это и есть стратегия. На ключевое. Ну, когда вот люди говорят, да, о ремонте. На заметный результат. Есть что-то, на чём экономить нельзя. Да, есть что-то, что может подождать. Если я верно понимаю, не случайно именно сейчас речь зашла вот об этой рабочей группе, потому что приближается то, о чём мы все давным-давно говорим, приближается лето, чемпионат мира. Что, с вашей точки зрения, необходимо и, самое главное, реально успеть изменить в облике города, в психологии, может быть, хотя бы первично города, до этой поры? Ну, вы знаете, на самом деле успеть уже ничего нельзя, потому что это уже наступило. Мы живём в этой реальности, мы к ней готовимся, но это подготовка последнего этапа, потому что те полтора месяца, два месяца, что осталось, конечно, это уже практически то, что делается подавно свёрстанным планом. Мне кажется, важнее подумать, а что будет на следующем этапе. Вот в июле всё закончится, и как мы будем жить в августе? Вот об этом, по-моему, мало кто размышляет. А это очень важно, потому что останется инфраструктура, какая-то будет инфраструктура общего характера, то есть по определению используемая дальше, а какая-то специального. Это будет демонтировано или это будет приспособлено для новой жизни. Есть ли у нас эти варианты приспособления, какие у нас планы на тот же, ну, максимум это стадион, но ведь будут и меньше. Ну, а потом, да, специфика в том, что на содержание, хотя бы на поддержание фабриличествующей форме нужны деньги, их нужно как-то отбивать. Конечно, конечно. И вот мне кажется, сейчас уже пора задумываться о том, что после чемпионата, что остаётся, и как мы это будем с пользой использовать, простите за тавтологию. Я хотела вернуться к арсеналу, но отчасти параллели. Следующий вопрос фактически с началом нашей беседы. Культура, которая начинается с мелочей. Огромное количество молодёжи, студентов, туристов, взрослых, интеллигентных людей, которые стали вашими гостями, это уже сложившиеся люди. Что же касается тех, чьё сознание ещё только формируется, и далеко не всегда его реально сформировать маме и папе по причине занятости, по причине, может быть, недостатка какой-то информации. И как мне кажется, как раз вот в эту концепцию правильного бытового подхода великолепно совершенно вписывается ваш такой подпроект «Арсенал плюс семья». Вот расскажите, пожалуйста, о нём подробнее. Вы знаете, мне кажется... Вложение в инвестиции фактически. Да, это инвестиция, конечно. Но мне кажется, что главной задачей «Арсенала плюс семья», помимо вот той образовательной, скажем, составляющей, о которой вы говорили, о формировании, сознании детей и их дальнейшего развития, мне кажется, главной задачей является то, что эта программа помогает детям и родителям общаться. Она создаёт платформу для общения. Для тех, кто слышит о ней впервые, осветим. То есть, если я верно понимаю, это некий спецкурс для детей буквально от 3 до 15 лет с родителями совместной, позволяющей пробовать тебя в совершенно разных апостасях, которые не может дать там школу, кружок или дом. Вы знаете, «Арсенал плюс семья» и такая многосоставная программа, это именно программа, она состоит из проектов, проектов очень много разных. Для самых крошек, начиная с трёх лет, есть такой цикл «цвет, форма, материал». Они приходят, они что-то трогают, они что-то клеят, они пытаются сделать коллажи, они всё время в действии. С одной стороны, это работа через действие, с другой стороны, она готовит с начальными элементами восприятия визуального искусства. Самый благодатный образ, когда ещё табулы расы, когда ещё можно заложить вот в этот почти вакуум. Нет, всё, что не начали закладывать с трёх лет, то уже потерянное время. Пока дитя лежит поперёк лавки. Ну да, но трёхлетние уже не лежат, они очень активные, они бегают, им очень нравится что-то делать, делать руками, и делать, конечно, с помощью мамы и папы, или бабушек и дедушек. И это создаёт почву для общения. Следующий, например, этап – это главные герои современного искусства. Детям очень нравится, когда их приводят на лекции. Вот само слово им очень нравится. Они взрослые. То есть они высиживают, не шалят? Да, ну, конечно, это специальные лекции. Они идут там в течение получаса, когда они особым языком рассказывают об искусстве. Но они рассказывают о художниках XX века, таких как Матисс, Пикассо, Джексон Поллок. Дети очень любят Поллока, потому что это разбрызгивание краски. Это то, что им понятно. И то, что вызывает кайф. Дети делают отличные работы в духе Поллока. Отличить вообще невозможно. И надо сказать, что вот эта лекция – она только часть занятий. Вторая часть – это задача сделать произведение в духе того художника, о котором говорили. То есть воспринять его способ действий и сделать похожее. Один из самых простых педагогических советов – говорить с ребёнком почти на равных. Да, как с взрослым. В рамках вот этого разговора. Дело в том, что на разный возраст есть свои методики. Но в любом возрасте дети могут участвовать вместе со старшими. Ну, понятно, что подростки – они самостоятельные люди. Чуть-чуть другая история. Да-да-да, они уже анализируют искусство по-взрослому. Там есть даже такие специальные баталии. Есть битвы интерпретаций. То есть когда две команды встречаются у произведения искусства, и каждый даёт своё видение, свою оценку. Что пытался сказать режиссёр? А вот вы знаете, наши дети вывели такой тезис, что неверных интерпретаций не бывает. Она личностная, она собственная. И если ты видишь так, то ты имеешь на это право. А искусство, современное искусство, вообще искусство 20-го и 21-го века, оно даёт для этого неограниченные возможности. У вас, говоря уже шире об общей работе, о программе «Арсенала», у вас, конечно, удивительно многообразное количество направлений. Тут и кинопоказы, тут и лекции, тут и большие выставки с инсталляциями, и какие-то совершенно крошечные встречи. Вот любопытно, что привлекает больше всего внимания, чисто вот по количеству зрителей по кассе. И насколько вот этот рейтинг сходится с вашим личным? Потому что вы всё-таки уже взрослый, образованный и маститый искусствовед. И вот не бывает ли иногда обиды, что мы везём такого человека, а не дорос пока город? Нет, вы знаете, такого просто не бывает. И я вам скажу, почему, вот как мне кажется. Дело в том, что наш зритель, который привык ходить в «Арсенал», часто бывает в «Арсенале», он ему доверяет. Мы это доверие очень ценим. И если приезжает какой-то, ну скажем, неизвестный широкой публике автор... То сам факт того, что он приглашён вами... Да, это срабатывает. А когда человек приходит, он узнаёт, и он уже делает вывод, интересно ему это или нет. Придёт он на этого автора второй раз, третий, четвёртый, или не придёт. Смотрите, тут тогда есть вот такой хитрый вопрос. Упаси, Господи, не сочтите за шпильку. Ну вот, когда разговариваем, ну допустим, с руководителями театров, есть спектакли, которые делаются на имидж театра, для потенциальных фестивалей, для серьёзных гостей. Есть спектакли, которые делаются на кассу. Вы говорите о том, что порой бывает совершенно неизвестное имя. Зритель идёт просто доверяя, что вы не могли привести плохого человека. Но я хочу чуть-чуть подробнее остановиться на акции майской с именем не просто известным, а известным абсолютно всем. Я сейчас о Карле Марксе. И вот тут как раз, а то тут-то там проскальзывает ёрничание. Ну, конечно, сам факт этого имени на афише, уже можно ничего не делать, касса будет. Расскажите поподробнее, что вы можете нового в эту тему внести, и вообще, что это планируется? Ну, первое, никакой кассы не будет. Её не будет, в принципе, потому что... Я даже не про финансовую составляющую, я скорее про количество народа. Совершенно бесплатное событие. Большое количество народу тоже вряд ли возможно, потому что в нашем зале не более 200 мест, и даже если придёт больше, мы просто не в состоянии вместить всех. Хотя какая-то часть, возможно, будет в нашем дворе, часть событий называется это всё. Карл Маркс пикник. Конечно, будет еда. Еда непременно, потому что пикник, сами понимаете. Ну, пикник, маёвка, как хотите. Но это связано с... А как же это возможно без кассы? У вас, наверное, не самое блестящее финансирование. Вы знаете, нам помогают... Это гранты. Это да, можно сказать, что это грант. Дело в том, что немецкий культурный центр имени Гёте, поскольку Карл Маркс их герой, как культурный герой, мы совершенно в стороне от всяческой политической подоплёки. Собственно, Карл Маркс – это такая далёкая политика, это 19-й век, даже не 20-й. А то, как использовали его имя потом, это вообще за кадром нашей программы. Нас интересует сам герой, выдающийся экономист и автор талантливых книг. Вот это самое главное. Книги, которые писал Маркс, сейчас серьёзные исследователи очень актуализируют. А нам кажется, что молодое поколение, если раньше Маркса каким-то образом всё время вспоминали и даже насаждали его изучение, то сейчас его забыли. Незаслуженно забыли совсем. Хотя это крупная фигура мировой философии и мировой экономики. Вот к этому нам и хочется вернуться, что это культурная фигура, что это фигура, определившая много в культуре своего времени. Среди современников и для последующих поколений тоже, но это мы подробно освещать не собираемся. В форме пикника как это будет происходить? Сколько по времени? Что может предполагать получить человек, который этот день специально освободит под приход в арсенал? Вы знаете, получить знания, в первую очередь знания. У нас будет несколько лекций, которые будут рассказывать о биографии Маркса, о учениях Маркса и о том, как Карл Маркс повлиял на искусство. То есть это называется иной взгляд безусловных профессионалов. Конечно, у нас будут очень любопытные лекторы, но в частности, например, художник Дмитрий Гутов, который только что сделал выставку в гараже, нашумевшую, вызвавшую споры, посвященную одному из видных марксистов Лившицу. И он как раз расскажет о том, как Карл Маркс и искусство взаимодействовали. Но будет музыка, будут, безусловно, разные форматы отдыха, ну вот в том числе и на свежем воздухе. Ну вот такая маёвка давно забытая. Мне прежде чем прощаться, просто очередной раз хочется восхититься тем, насколько вы тактично и тонко работаете вот в той своей непростой нише, непростой для города традиционного, города купеческого, ни с кем не споря. Мы никого не хотим победить. И последний подвопрос. Вот я немножко и удивилась, а с другой стороны, мне кажется, я понимаю причину, хочу сопоставить её с вашим ответом. Вы не особенно сильно были задействованы как участники вот этой плотной, двухнедельной ситуации со смечанием юбилея Максима Горького. Почему? Ну, вы знаете, Горький нас очень интересует. Мы, безусловно, об этом думали. Мы хотели сделать цикл под названием «Вопросы Горькому», потому что современность задаёт вопрос выдающемуся писателю, мыслителю, общественному деятелю. И мы поняли, что все главные исследователи Горького в момент его юбилея очень сильно везде приглашены. Мы не сумеем их собрать. А делать это без начинки в виде ярких личностей? Это должна быть интеллектуальная программа. Поэтому мы взяли и решили, что мы отложим всё на год. И, безусловно, вернёмся к вопросам Горькому, потому что город наш после 150 лет жизни с этим человеком не отказывается от его присутствия здесь у нас. И я думаю, Горький дальше будет нам по-прежнему интересен. Мы будем его читать, и мы будем его обсуждать. Ну, просто некоторые вещи правильнее, а главное, с точки зрения КПД, весомее делать в не праздничной, а спокойной обстановке. Совершенно верно. Это спокойная интеллектуальная задача. Ну, что ж, тогда надолго не прощаюсь. Очень надеюсь, что скоро вы к нам снова придёте. Спасибо. И уже поподробнее поговорим о текущей программе. Спасибо. Отлично. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова